За отличные богословские знания латвийская молодежь получила в подарок персональные компьютеры. В городе Резикне в рамках празднования Дня православной молодежи прошла игра, призванная выявить самых лучших знатоков церковной жизни, рассказывают наши коллеги. В Далгопилской епархии Латвийской православной церкви по благословению епископа Александра в духовном центре города Резикне состоялся богословский турнир, приуроченный к Дню православной молодежи. В нем приняли участие дети от 10 до 16 лет из воскресных школ городов Лудзе, Резикне и Старой Слободы. Богословский турнир – это отчасти такая миссионерская работа, ваше будущее. Поэтому здесь важно, наверное, не что победить, а важно просто мы сами себя можем проверить свои знания в священном писании, в понимании притч, понимании слов церковно-славянского языка и многого другого. Викторина состояла из шести этапов. Вопросы, на которые отвечали дети, были подготовлены на основе программы воскресных школ. Что сделал Господь, войдя в Иерусалимский храм? Изгнал торжников из храма. Ну, торговца, который торговал. Задач было несколько. Конечно, образовательная. И вторая задача – это то, что закрепить знания, которые у них уже есть. И выявить то, что они знают и чего не знают. Ну, и еще одна задача – дать такую более полную картину вот конкретного данного евангельского периода. Потом Иисус Христос сказал Иоанну, «Моя мать теперь – это твоя мать». Детям нужно было ответить на вопросы. Десятим девам, я же прияше святил Никислояр. Прочитать текст псалмов на старославянском и объяснить прочитанное. Рассказать об иконах, показанных на экране. В поисках ответа ребятам приходилось включать и логику, и творческий подход, и смекалку, и артистизм. Победить ребятам из старой слободы помогли не только духовные знания, но и командный дух – взаимовыручка. И тогда Господь ответил ему, «Принесите мне монету, которую вы просите подать». И ему принесли один динарий. Не все вопросы были трудными, но были те, на которым приходилось задумываться и долго думать. Благодарственное письмо старослободской воскресной школе, которая награждается за победу в богословском журнале. Командный дух помогал вам? Конечно, да. Да, очень помогал. Это же все-таки команда, каждый по-своему знал что-то. И если кто-то что-то забыл, каждый подскажет. Были сложные вопросы, но мы вместе сообщались, нам было легко. Но по-настоящему почувствовать и оценить свою победу ребята смогли тогда, когда председатель жюри благочинный Резакнинского края протоиерей Виктор Теплов объявил. Каждому из вас победителю богословского турнира, для того, чтобы вы могли свои знания расширить, углубить подарок в персональный компьютер. Надеюсь, что в социальной сети вы там не будете сидеть, не потеряетесь во всемирной паутине, а наоборот углубите все свои знания в священном писании. Это оказалось для всех неожиданным сюрпризом и достойной наградой для победителей. Субтитры создавал DimaTorzok